привет я гошку ценка у меня есть прикольная кепка смотрите и слушайте на стране fm мой концерт мое интервью выпущено три пластинки и вот четвертое готова к выходу первого называлась my world странно идиотское название я вчера в руках держал а музыка слова дуэта 4 а 4 выпущено и сейчас готовы пятая пластинка это басановы такая легкая light музыка наверно сказывается возраст но я делаю хип-хоп пластинку чувствую я думаю в этом году я тоже выпущу сейчас снимаюсь с ребятами с рэперами вот учусь читать у них правильно на мой взгляд заслуживает внимание вот пластиночка дуэта я вчера я переслушал это мои дуэты вот с известными певицами подругами или знакомыми просто и эта песня где я писал и музыку большинстве своем и и текст и для меня был было огромным комплиментом что девчонки согласились профессионалы известные певицы такие как валерия анжелика варум полина гагарина кати тапурия тена дольникова елка катя айова вот и они пели мои песни со мной до этих но музыку уже в первых пластинках там моего было много а сейчас пишет ребята в основном музыку а тексты всегда мои на чем я мог расти на я рос на роке на new wave адекватная стал слушать музыку в семидесятых где-то восьмидесятые годы я старенький в этом смысле меломан и я жил в на украине в западной в городе львов интернета же не было у нас был огромный доступ че через соседи через польшу и мы были продвинутые ребята в плане музыки москвичи даже к нам приезжали за музыка мы продавали пластинки видно конечно на роке на красивой на английской музыке на английском уроке и итальянская попса обязательно девчонки любили итальянскую попсу вы знаете мы всегда писали музыку для кино и в котором я снимался и картины которые мы продюсировали и мы писали музыку для кино начиная с первого антикиллера у нас была студия назывался на эклектика и с моим другом максимом головиным еще были ребята макса уже нет талантливейший музыкант мы писали музыку для кино и так как я всегда подписывал какие-то тексты стихи стишки я попробовал писать текст к музыке мне показалось что у меня получилось мне понравилось сделать песню это как-то я был все время около около студий я не вокалист поэтому я так стеснялся делать это своей профессии но как артист я пел там нас в театральном все пели особенно когда выпьют вот и как-то я был около студии игорь матвиенко на заре в 90-е я дружил со всеми с володей пресняковым я все-таки был около студии я все время слышал как писалось потом был мюзикл метро в котором мне не позволили петь но я и в качестве приглашенного актера присутствовал но я слышал я вкусил я понял что такой сценический вообще драматический вокал и позже уже в мюзикле пола негре меня пригласил я наш я попробовал там себя на сцене и начал брать уроки вокала до старости лет и попробовал петь и потому что что можно из своего голоса сорванного и посаженного я выжил макс максимально а первое для 15 назад я поехал как-то на гастроли театральные и решил в новосибирске там играла группа и познакомился с ребятами назывались анатомия души и я сказал у меня тоже есть пару песен они взяли их сняли я попробовал играть свою музыку свои песни записаны в студии пробовал играть их живьем и меня это так вставило я потому что круче это вообще ничего нет и до сих пор так считаю но я делатель наверно если можно было написать делать или я написал делать или наверное делать или мне больше подходит потому что а там же фиксировано как какие-то на эти звание деятель искусств наверное я деятель от слова садеять делать но я делаю все песни делаю спектакли фильмы делатель до заслуженный артист россии вот трясло не коммерческий но перспективный наверно от бога многодетный обвелся груш открывай наливай заходи как-то она музыка изменилась я вам скажу за последние три года мне кажется вот три года какие-то они были такие в этом смысле стремительно меняющиеся я слушаю как какую-то молодежь нашу старички друзья мои да и попсую нашу тоже люблю с кем дружу я слушаю в общем-то я же в студии вельвет состою я с ребятами дружу и как бы это все-таки и андрей звонкий и буррито и елка и мэри так что я в в этом смысле этот пласт поп музыки такой он у меня на слуху но могу и хулиганов рэперов каких-то конечно тоже послушаю мне честно говоря такой это наверное только потому чтобы какие-то навыки приобретать а так я мечтаю выйти на battle какой-то и попробовать посочинять поимпровизировать я бы хотел попробовать сейчас еще время появится свободное на съемках я тренируюсь так потихонечку но так свое слушаю ну у меня тоже парень какие-то хип-хоп там хиф-хоп когда присутствует смотря о чем ты пишешь если какая-то социальная тема то может присутствовать почему бы нет так же как и на сцене театральной и в кино я там для платформы снимаем сейчас там проект это мой герой ругается все зависит как бы от площадки от материала и от степени доверительности для чего если делать как бы то зачем если это момент просто такого эпатажа если это надо если это нужно это по то что такой то то да почему бы нет в жизни же мы мы знаем эти слова это тоже слова плохие но слова телик честно скажу вниз не смотрю не хватает времени у меня как в изоляции когда сидел у меня на вторую на третий день у меня сломалась тарелка и я пытался ее починить меня ударило током я сказал будь ты проклята и и не остался только интернет но интернет для меня конечно интернет платформы киношки смотрю конечно так и новости интернет радиомашина конечно чет слушаю телефон вечно прилипает к рукам я пытаюсь избавляться от него поэтому я так более-менее в инстаграме тик ток местами на более взрослые соц сети меня не хватает инстаграм визуально для меня быстрее и ближе я не люблю мудрствовать лукаво и не особо много времени на это я лучше посмотрю или почитаю что-то я не люблю обсуждать делиться видимо у меня профессия такая я и так много болтаю сейчас такое время просто есть как какой-то носитель где ты можешь высказаться там и или использовать как я я не занимаюсь особой рекламой такой я не зарабатываю на инстаграме а это просто площадка где я могу там извлечь какой-то звук и он будет услышан вы знаете я не читаю последнее время а в основном конечно просят о помощи о помощи 80 процентов нас есть фонд помощи детишкам дцп и конечно после просит о помощи дети 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 кнопка счастья это изобретение тимура бекмамбетова его команды полгода назад я услышал они первый раз и мы сейчас занимаемся ее пиаром это такое но ухоу я думаю это такая интересная тема может стать модно это приложение скачивается приложение она есть для всех систем и такая кнопочка моим голосом я объясняю для чего это нужно нажимая на эту кнопку ты жертвуешь деньги и сколько ты удерживаешь эту кнопку столько денежек и сразу же моментально отчисляется с твоего счета можно пойти на рекорды и мы ассоциируем это с выбросом эндорфином и с моментом счастья потому что там жертвуя деньги таким образом можно этой игровой момент игры можно получать удовольствие вот если сочетать себе эти вещи то тогда будет все честно ты жертвуешь кому-то свои свои денежку и и получаешь от этого удовольствие мне кажется в этом честность надеюсь она зайдет и это быстро удобно и можно пойти на рекорды нажимая там на здесь таблицы рекордсменов секс символ ну наверное ну я мог бы его сыграть я их играю иногда секс символы вот но так так чтобы я прям засматривался на себя и получил от этого сексуальное удовольствие я не думаю если кого-то это заводит то мне приятно я готов готов попозировать начинайте чем больше тем лучше вокруг меня у нас есть фонд нас есть куда тратить деньги вокруг меня много друзей музыкантов сейчас непростые времена есть кому помогать а так семья дети 50 тысяч рублей мне не хватит сто процентов не хватит я люблю угощать во многих ресторанов за мной долги у меня нет подушек безопасности я еще налоги заплатил там часть их в феврале помню когда все начался карантин я сидел абсолютно без денег и я понял что нужно как-то выживать я какое-то время рикетировал друзей потому когда они начали прятаться от меня и мы придумали работу соли френкель и с ребятами саши робуком и с платформой премьером мы придумали первый ситком скринлайв первый ситком назвали бы сидя дома и решили зарабатывать своей профессии тем не менее и нам это удалось и мы 14 апреля вышли в эфир первые написали серии 2 еще не было даже а мы уже первую сняли и сняли 8 серий ситкома полноценного и получили лучше ситком карантина сидя дома гляньте если не видели я думаю что история этого карантина она вспоминаться будут через такие работы и такую киношку конечно искушений много в жизни я я прошел 90 извините и выжил такого искушения как 90-х даже ссср не выдержала развалился целая страна мы все поддались искушению и деньгами вы не упомянули деньги это очень сильный наркотик пожалуй самый сильный я воздал всем всем искушением по заслугам я их всех оценил и мы остались на расстоянии выдвинутые руки ну соблазн это прекрасно мне кажется это и нельзя бояться это как собаку знаете вот собаку если боишься то она это чувствует соблазнами такое же дело если ты начинаешь бояться какого-то соблазна он обязательно к тебе придет и займется тобой поэтому нужно не бояться их соблазнов не бояться обжечься у них это нормально это человек ты для того и родился чтобы пройти этот опыт опыт жизни получить добраться до своего финиша в шрамах и снаружи внутри но остаться человеком самое главное так что мы так достаточно многого боимся в жизни страхи это гири нужно превращать их свое оружие брать страхи и накачивать ими свою психику я с олдскульный парень я вырос не за пятьдесят что вы конечно и образование это лучшие годы моей жизни я не знаю может потому что я образовывался и занимался тем что любил поэтому все что идет об руку с любовью все то что по любви это удовольствие поэтому у меня первое техническое не окончено благодаря которому я понял что я люблю другое и любимая актерская я бы все отдал чтобы еще раз вернуться в молодости поучиться в театральном в школе студии мхат рекомендую лучше лучшие годы конечно молодость нужно украшать наукой мне кажется когда человек молод он же он получает от всего удовольствие другой гормональный фон это же класс когда ты изучаешь математику и получаешь от этого удовольствия знаете эйнштейна однажды спросили мы предложили стать президентом израиля пятьдесят втором году по моему но он сказал знаете очень польщен спасибо большое но политика она для сегодня математические формулы они для для вечности я останусь на своем вот мне кажется же нужно жить всем по этой формуле нужно думать о вечном да что-то оставишь после себя в жизни и не важно кто-то там писатель или ты простой отец ребенка одного-двух и это великое наследство то что ты расскажешь своим детям о жизни для меня это сейчас очень актуально конечно твоему ребенку нужен образованный родитель не родитель который перелистывая экран познает великую науку хайпа человек обязан быть его ученым учиться конечно учиться и еще ну чтобы похудеть для роли нужно просто не бухать и тогда тебе возвращается разум и ты начинаешь жить как разумный человек и ты тогда понимаешь что вот это можно съесть это нет начинаешь заниматься собой телом думать те когда адекватен он соображает ему легче общаться с мирами самим собой принимать правильное решение а если ты такой в полете то нужно получать удовольствие от того как ты берешь себя в руки поэтому тоже есть кайф основа моей профессии вообще чем я занимаюсь это работа воображения я подумал что вот в жизни у нас же и хорошего и плохого одинаково достаточно и одинаково бесконечно жизнь она прекрасна и одновременно в эту секунду ничтожно омерзительно это как и для человека вот мне хорошо сейчас кого кому то плохо также и для самого человека я сижу но я за счет своего воображения я могу гулять воображаемом пространстве своей жизни и тем самым ее формировать грубо говоря мы те жизни кого мы сами себе на воображаем тот мир который мы себя воображаем те иллюзии которые мы построили и которым верны до конца и держимся за них двумя руками и мы воображаем о плохом о хорошем иногда ужасные новости мы с помощью воображение способны разукрасить и спасти себя от них как сказать единственное чего нам нельзя вот что запрещено это не воображать в этом проблема не воображать невозможно воображать нужно поэтому мне кажется нужно учиться красиво воображать мне кажется люди с хорошим воображением они двигают человечество вперед конечно они придумывают все они придумывают весь мир так что я за воображение наверное идеальные отношения это скучно идеальные отношения те которые окончились нет отношения нет проблем ты не денешься никуда мне кажется что когда есть отношения это мы вступаем в отношения мы мы не боимся доверять друг другу мы доверяем друг другу вот вот такие отношения доверительные самые хорошие у меня есть дети семья молодости и не было там несколько попыток было я был ветреный легкомысленный а сейчас изменилось качество моей любви влюбленности и она в моих детях я люблю своих детей в какой такой очень сильный такой очень сильной любовью знаете раньше было так иногда как влюбишься и становится страшно думаешь господи это что же такое а здесь такая что будет если это потеряю а здесь настолько безграничная любовь что даже этого вопроса не задаешь потому что это и есть вся твоя жизнь неверная неверная песня есть такая и валерий предложила спеть мы даже спели и вчера слушал мы не поем к сожалению такая красивая басанова разбегутся годы по дорогам жизнями все уйдет все пройдет наверное но а мы с тобой соберем их мыслями а тебе о себе мы верные там есть припеве такое поется потом сказано что мыслями люди удерживаются мне кажется самая сильная преданность это не преданность тело тело принадлежит человеку это его тело а вот преданность ума мысли сознание вот 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 это самая сильная верность я думаю профессия человека когда в кадре там обнимаю партнершу или целую я не думаю о таких мелочах как верность в это время я воображаю я думаю профессия не влияет абсолютно на силу любви и верность это сила любви отчасти так что причем здесь актеры что любят по-другому я я бы не сказал люди любят независимо от профессии я не знаю и был ли я был бы и актером если бы у меня еще раз был бы шанс что-то менять в своей жизни вот на дороге я не уверен что я стал бы актером я стал случайно по наитию влюбился в актрису и увидел мир в котором она жила мне понравился мир люди понравились это какой чепухой они занимались они сидели на кухне выпивали читали стихи говорили о литературе я подумал ничего себе как можно жить получать удовольствие и называть это своим своей профессии а я не считаю что актеры там какие-то люди которые ну верность вообще это ум мне кажется это такое сказать что среди актеров больше дураков ну можно и так сказать такая тонкая штука это частная вещь это отношения двух людей порой они сами не знают а иногда если они доверительные отношения они познают ведь познать мир можно только через через что-то через какой-то тебе нужен проводник вот любовь мне кажется это и есть находка твоего проводника через кого ты будешь познавать мир только любимый человек может тебе сказать правду о тебе и ты поверишь этой правде позже правду тебе можно сказать то угодно идите я вам не верю а вот любимый человек любимого человека ты поверишь услышишь увидишь в кого ты превратился что ты делаешь как ты живешь это через любящих людей поэтому если ты не верен кому-то значит ты просто не любишь этого человека если я захочу что-то увеличить у себя то почему нет ну хочет человек что-то увеличить ему кажется что маленькая там увеличь технологии позволяют там я не против пластической хирургии думаю сам буду пользоваться я уже пользовался у меня были проблемы с глазами я их решил я так счастлив стал моложе у меня снимают в кино отлично ну там я бы там не перекачивал конечно чтобы оставить за собой возможность проходить в обычную дверь ну а дальше как там как у человека с воображением вот так я не против больше всего раздражает ну ну во первых Гоша Куценко бесит порой так нереально потом бессилие и конечно и перспектива я когда задумываюсь она меня очень раздражает хорошая перспектива а есть не очень вот та вот которая не очень она меня раздражает к сожалению я хотел бы почаще вот с музыкантами играть вообще такой кайф мне доставляет это и вы заметили это вот мы играем я получаю удовольствие а так несколько работ в которых вот принимаю участие я сейчас снимаюсь ребятами с комедий клабом написан сценарий я играю у меня сейчас идут съемки я получаю неимоверное удовольствие от комедии по-моему впервые в жизни получаю такое удовольствие потому что как я играл много в комедийных это любимый мой жанр потому что ты сразу видишь результат труда получается у тебя смеются люди значит ты чувствуешь сразу видишь результат потому что если ты играешь в каком-нибудь в каком-то ну драматическом скажем так произведении то ты результат там есть условия свои сцены задачи и так далее но результат как правило так особо не виден потому что кино это искусство монтажное и это задача режиссера а в комедии вот которые я играю сейчас знаете обычно ты играешь как в комедии то там вот не смешно не смешно не смешно смешно там не смешно смешно а здесь смешно все время написали по-моему комедий клаб написал вот автор ребята первое драматическое произведение такое я играю называется я же отец я играю блогера блогера который остался с сыном ну он развелся с супругой и учит сына жизни и я хочу даже попробовать стендапом заняться уже от имени своего персонажа Михаила Гречихина и немножечко делиться своим жизненным опытом как он делится с сыном это очень сложная съемка она трюковая в каждой серии но я ничего смешнее не читал и не играл и впервые на съемках мы останавливаемся потому что я смеюсь и дубль за дублем иногда не могу говорить текст настолько он оригинален и смешон и принимаю участие еще в одном пилоте мы отсняли его дай бог это питерская история проект 1703 снимаясь еще в одной истории очень интересной инсомнии мы отсняли уже пилот это такое я играю в гимонетизера и такая мистическая драма абсолютно неожиданная для меня в первую очередь но я прошел пробы и режиссер к удивлению свое обнаружила что я неплохой драматический артист что я могу не только веселить но могу предложить и пострадать так что планов много и сейчас как и у многих актеров кто более-менее задействован занят они сейчас из-за того что был карантин все двухлетние планы все вот поселились этим летом и осенью поэтому работы очень много и поэтому к сожалению очень мало времени для музыки мы отказываемся и вот как только вот чуть-чуть она начинает двигаться нас слышат начинает приглашать и на гастроли поездки и я к сожалению не могу поэтому у меня музыкальный проект это пирожок который нужно все время я подогреваю его в СВЧ хочу чуть-чуть укушу а он остывает и опять грею и остывает это такое хобби слово идиотски я любитель в музыке знаете чем отличается любитель профессионала в театральном я знаю наверное в музыке тоже вот выпустить спектакль профессионал и не профессионал могут одинаково хорошо но профессиональный спектакль будет расти а любительский будет скакать он не стабилен вот я любитель музыкальный я не стабилен потому что чтобы заниматься этим профессиональным нужно все время я очень завидую моим друзьям музыкантам которые живут только тем что они делают господи мне бы так проснуться с утра и позвонить сказать что у тебя студия а что я пишу о да или я проснулся и я сочинил песню и я неделю там в студии сижу и даже моя песня у меня бывает когда у меня свободное время я после съемки всегда иду на базу на студию не всегда работаю но я всегда около музыки вечер свой свободный если у меня стоит выбор как его провести где-то потусоваться и пообщаться с кем-то я поеду лучше на студию и мы поделаем музыку в кино это я получаю от этого какое-то звериное удовольствие когда картинка она обогащается музыкой я люблю придумывать музыку в том числе самое главное в жизни это 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 жизнь это жизнь во всех ее невероятных проявлениях это постоянная наука и человек обязан просто философски относиться к жизни уважать ее быть благодарным этой жизни даже если она тебя не балует в этом великое достоинство человека я знаю таких людей которых жизнь не балует но которые любят эту жизнь она же заключается не только в нашем отражении в зеркале но в основном это люди которые нас окружают вот за людей которые нас окружают и нужно быть благодарным этой жизни человек живет общением контактом если он одинок он этот цветок быстро умрет нужно чтобы тебя поливали и ты поливал в ответ за эту возможность общаться с интересными людьми которые будут в тебе желание жить желание жить вот ради чего все делается желание а желание это труд твоего воображения так что главное это желание хотеть и не бояться соблазнов хотеть всех хотеть обнять поцеловать любые значения этого слова применимы я вас хочу дорогой зритель во всех смыслах и и Субтитры подогнал «Симон»